друзья всем привет только-только вот уехал андрей ближе к вечеру убрали одну свинку на мясо свинка мясного направления вот посмотрите какое сало с боков и вот сало сбоку сколько сантиметров вот спина нашу его спина ту сало обычное тоненькое такое как у нас и любят сейчас будем все по ящикам а вот со всей свинки сколько вышло под черевины то есть это сало она разлетается на улет она получается ценнее мясо у я вам раз как у меня стрюни текут ну вот видно это андрюха порезал на ленты и у котел я ему заплатил 600 гривен то ему услугу и он поехал поехал домой у него завтра очень много работы короче так вот такая подчеркновена со свинки свинка небольшая килограмм ну где-то андрей сказал 180 но я думаю сто семьдесят сто восемьдесят ну сейчас узнаем примерно по выходу мяса а косты вывески шеек галяшки лопатки ну и сало взвесим полностью сколько со всей туши дело длилось а где-то два часа во первых уже не спешил андрюха мы по кофе я мафия и короче получается где-то два часа судым судым или сделать сделано это два часа он выводит вывел чеканул и все сам занялся но я только что воду холодную воду горячую и так дальше а что касается так ящик килограмм кило 500 сбиваем на 0 и кладем сначала 2 на косто 2 а косто 1 и 2 2 а косто у нас получается 23 940 24 килограмма ну по 14 килограмм это друзья не путать не это без галяшки без костей и без ножки я уже не взвешивал то есть в сборе заднюю задний окорок только так уже а саму мякоть 24 килограмма самой мякоти нормально пойдет на катушке нормально так ставим сюда а шеек взбиваем на нули пойдем тазичок 360 грамм сбили на нолики и берем а шеек а шеек тоже вырезанный без кости сама мякоть папа а шеечка у нас 9 килограмм 840 грамм ну грубо говоря можно сказать 10 килограмм ошейка и тоже убираем сейчас я это все когда сниму видео я это все раскладываю в холодильник на сетке включая холодильник и она остывает и все утром уезжает и также попробуем вырезочки опа две вырезки 1 и 2 1 и 2 8 180 это 2 вырезочки убираем тазик галяшки что лопаточки а давай лопаточки вот тоже такой тазик 0 и 2 лопатки берем одну все вырезанный 1 мякоть и 2 2 лопатки 13 килограмм вот так 12 килограмм неплохо неплохо довольно таки нормально так давайте взвесим саму подчеревину сколько подчеревин или галяшки взвесить он тазик подчеревину а там тазики давайте саму подчеревину нужно ставить становись саму подчеревину попа опа это самый подчеревина сколько 16600 подчеревина давайте ребра это все ребра порубаны на ленты до минус ребер 11 240 и убираем тоже сюда вот ребрышки и теперь у нас осталось сало без мяса обычное простое так тут тара нажата на такой ящик и все и выкладываем сюда все это сало я его сейчас все равно после видео разложу как не надо там на сетке и все а утром соберу так как мне надо и так как не надо 18 килограмм двести восемьдесят грамм сало тоненькая без мяса ну такое хорошо очень разлетает толстая плохо берут а такое уходит на ура дай такое хорошо вот это но тонковатые то есть такое полюбляет галяшки сейчас возьмем тару тары ну а пустой потому что свинка небольшая как бы мы привыкли до ящиков не хватает а сейчас андрюха резала как-то чуть-чуть непривычно все такое маленькое но она нули бросаем 4 галяшки 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 так ну внутренние вырезки уже не буду взвешивать это у нас внутренние вырезки и получается внутренние вырезочки до вырезок и внутренний жир это а то уже внутрянка печень короче много мяса сало в пределах нормы как говорит андрюха обычный ходовой хороший товар полюбит таких по такому выходу свинок чтоб и сало было в пределах нормы и мясо было соответственно а то он где-то что-то купил говорит не пойми что одно сало такое а мясо вообще не мог то есть когда на какую попадет он же покупает цена пока месть я у него сегодня узнавал так и есть 50 гривен у нас думаю будет расти я у него спрашивал говорит будет расти мясо будет расти живой вес будет расти и прием ну короче надеемся на лучшее там как будет но все равно пока ведь я всех своих все свои опоросы оставляю на откорм сейчас у меня итальянцы на откорме вчера забрал и поросят поставили их на откорм должен быть вот опорос в следующем месяце оставлю на откорме еще опорос будет перед новым годом тоже оставлю на откорм и там посмотрю то есть продавать пока поросят я не планирую поросят оставляю на откорм так как есть чем кормить набрал свое время по сезону нормально корма и недорого поэтому но грубо говоря бери кормить до занимать места у меня хватает и здесь сарае если там старенький сарай то есть как-то пропетляем проживем но так кто там говорит что мне тяжело мне надо какого-то бомжа раба и так дальше друзья не надо я сам совсем справляюсь сейчас от вечером 6 часов пришла жена ну что она поможет мне сейчас управится я еще не управлялся так как андрюха был тут крутился управимся и все идем домой зато я опять там готовлю корма управляясь уже сам ну то есть жена помогает по дому по хозяйству не надо мне помешать бомжей то то там на других каналах держат араву и работает только на эту араву или там рассчитаем рассчитывается спиртным я так понимаю судя по внешнему виду и так дальше поэтому сами справляемся если все по уму сделано работы она вам так кажется я показываю сарай там того у тебя работы как ты все делаешь не может быть что ты сам давно так вам кажется на самом деле есть и порядок у тебя все есть корма готовы ты утром пошел дал почистил и все воды кнопку нажал набрал собак вечером пошел почистил и вывез это все корм 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 раздал сейчас больше головняка тимком предстать тем старте мгровер и вот такое то тем что раз виноватки на норме и другой делает то есть вот это больше головной боли от это дробление мешание и так дальше а на самом деле если все по уму по полочкам расставлена и без вот этой каши в голове то есть она все нормально идет то так кажется что много работы вы смотрите она вам кажется всего но то он только кажется чуть смотреть не на что на самом деле поголовья нету то есть да я смотрел по собирали кучу людей вокруг себя все там таскает куча людей ну я когда работал по строительству и работал на одну очень хорошую большую фирму то ее все знают не буду говорить но хорошая фирма это получается продукт продуктовая фирма на всю украину самая распространенная работал там шесть лет строил ангары там все там в этой компании работала больше трех тысяч человек на то время и вот я съехал с начальником он говорит тут у нас работает три тысячи человек а рядом у них там человек ну и в один человек и у него работала два рабочих и он говорит больше зарабатывать в разов пять чем я из нашими двумя тысячами человек то есть а так тут надо как бы думать и все надо считать всем все равно надо платить что-то давать у вас хоть бомж хоть не бомж ему платить надо что-то покупать давать это все расходы надо все это считать то есть кто-то я думаю если все по уму расставить не такой уже тут и физический труд ну это мое мнение а там кто там что там кричит а то я вот я там куча людей работает ну то понятно это все видят но она же выхлоп у него такой поэтому друзья ни в чем мы не нуждаемся и вам желаем того же всем спасибо и пока